Повстанцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики провели зачистку взятого имя ранее под контроль города Углегорска на востоке Украины. После того, как его покинули правительственные силы, там еще некоторое время продолжались перестрелки между сепаратистами и отдельными группами украинских военных. Следующая цель повстанцев – соседний город Дебальцево, один из крупнейших железнодорожных узлов региона, через который проходит автотрасса, связывающая Донецк и Луганск. В среду артиллерийским обстрелом подверглись сразу несколько районов Донецка. В районе Текстильщик один из снарядов попал в здание больницы, еще один разорвался около нее. По словам представителя ДНР, обстрел велся со стороны города Маринки, где находятся позиции правительственных сил. При обстреле были также повреждены здания школ, гимназий, детских садов и линия электропередачи, из-за чего весь микрорайон остался без энергоснабжения. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока ареста украинской летчицы Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к убийству российских журналистов под Луганском, еще на три месяца. В декабре украинка объявила голодовку в знак протеста против неоказания ей медицинской помощи в следственном изоляторе. По данным следствия, во время военных действий в районе Луганского в июне прошлого года Савченко, являясь оператором-наводником вертолета, вступила в батальон «Айдар». Выяснив координаты расположения группы российских журналистов и других гражданских лиц под Луганском, она передала их минометчикам. Затем по этим координатам был произведен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Летчица эти обвинения отвергает. Тысячи жителей Амана вышли на улицы иорданской столицы, в то время как король Абдала II вернулся на родину, прервав свой визит в США. В ответ на убийство боевиками пилота иорданских ВВС глава государства пообещал вести беспощадную войну с группировкой исламского государства на территории противника. Абдала II провел совещание руководителей силовых ведомств и армейского командования. Летчик был заживо сожжен экстремистами. Кадры казни боевики распространили в интернете. В среду утром в ответ на расправу над летчиком власти Иордании казнили двух связанных с исламским государством террористов. Недалеко от Эль-Карака родного города пилота прошла церемония памяти по погибшему пилоту. Прибывшие сюда военные и жители города выразили соболезнования семье Муаза. В Москве состоялось первое в формате созданного Евразийского экономического союза заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием первого заместителя премьер-министра республики Казахстан Бакаджана Сагентаева. Одним из основных вопросов повестки дня заседания Совета стал вопрос подготовки проектов протоколов об условии присоединения Кыргызской республики к ЕАЭС. Также сообщается, что в ходе заседания рассмотрены вопросы, направленные на развитие международного сотрудничества с основными торговыми партнерами как каждого государства-члена в отдельности, так и союза в целом. Данный вопрос будет рассмотрен 6 февраля на заседании Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств. О событиях в стране Интерфакс Казахстан сообщает. По факту пожара на участке магистрального газопровода в Западно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается линейный отдел внутренних дел на станции Уральск. Решается вопрос о назначении ряда экспертиз для выяснения обстоятельств случившегося. Вместе с тем в прокуратуре сообщили, что по одной из версий авария на газопроводе произошла из-за длительной эксплуатации и изношенности труб. Как сообщалось, пожар на магистральном газопроводе Оренбург-Новопсков, принадлежащем дочернему предприятию АО «Каз-Трансгаз», возник в ночь на 2 февраля. В те же сутки пожар был ликвидирован. Вследствие аварии без газа остались несколько населенных пунктов в регионе. Казахстанская компания «Эйрастана» снижает с 14 февраля 2015 года топливный сбор на внутренних рейсах на 25%. Это произошло благодаря понижению цен на авиатопливо основных ресурсосодержателей на казахстанских НПЗ. Топливный сбор по направлению Алматы-Астана-Алматы будет составлять 4,5 тысячи тенге вместо 6 тысяч, Алматы-Атерао-Алматы – 7,5 тысяч тенге вместо 10. «Эйрастана» – совместное предприятие Казахстанского госфонда национального благосостояния «Самрук Казана» и английской компанией «Байя Системс». Авиакомпания обслуживает свыше 40 международных и 19 внутренних маршрутов. Казахстанцам, проживающим в домах престарелых, будут гарантированы выплаты минимального размера пенсии, передает «Тудэй Кейзет». Такое заявление сделали в ведомстве для пояснения закона проекта, который в настоящее время находится на рассмотрении мажориса парламента. Предлагается на период проживания приостанавливать базовую пенсию, за исключением случаев, когда для указанного лица она является единственной получаемой выплатой. Предусматривается ограничение выплаты солидарных пенсий в размере 30%, но не меньше размера минимальной пенсии. Также планируется ограничить на период проживания в МСУ выплату государственных соцспособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Исключение составят дети-инвалиды. Городским событием в Ак-Тубе состоялся форум по развитию казахстанского содержания и поддержке отечественных товаропроизводителей. Он прошел в формате выездного совещания под председательством заместителя премьер-министра РК Бакиджана Сагентаева. Участие в обсуждении важных стратегических вопросов экономики приняли также глава региона Архимед Мухамбетов, руководители территориальных подразделений центральных госорганов, представители местной исполнительной власти, национальных компаний, профсоюзных и общественных организаций. Итогом встречи стало подписание меморандумов Акимата области с крупными промышленными предприятиями сразу по нескольким направлениям. Аким города Ирхан-Умаров встретился с жителями пригородных поселков. Это четыре жилых массива индивидуальной застройки в Заречном и поселок Рауан. Люди интересовали вопросы сводоснабжения, благоустройства и обеспечения общественным транспортом их населенных пунктов. Глава города, в свою очередь, проинформировал собравшихся о планах властей. Это седьмая встреча, которую провел Аким города с населением, восьмая, последняя, запланирована на пятницу. Она состоится в самом областном центре в здании драмтеатра. Система видеонаблюдения, установленная в многоэтажках Актюбе, позволила свести преступность в этих дворах к нулю. В 17 многоквартирных домах сейчас осуществляется охрана с помощью видеорегистраторов охранных сигнализаций и систем контроля доступа. На встрече с охранными структурами руководство ДВД отметило успехи использования технических средств охраны по системе «Безопасный двор». В минувшем году сотрудники охранных агентств доставили в отделы полиции 276 нарушителей административного кодекса, помогли раскрыть 17 фактов грабежей и 38 хулиганств. Это все новости к данному часу. Следите за развитием событий вместе с нами.